Глава 2. Йога-развлечение Санджая сказал Тогда Арджуне, скорбящему, с глазами полными слез, сожаления, Матхусудана молвил такие слова Господь сказал О, Арджуна, что ввело тебя в заблуждение в такой нелегкой ситуации? Это не похоже на поведение великих людей Не дарует тебе рая, не принесет тебе славы О, Пардха, не поддавай себе силию, оно тебе не подобает О, Парантапа, отбрось эту ничтожную слабость сердца И готовься к сражению Арджуна сказал О, Матхусудана, как могу я пускать в сражении стрелы в Пхишму и Дрону? Ведь я почитаю их обоих Уж лучше просить милостыню в этом мире, чем убить таких великих учителей Убив их, я буду наслаждаться богатством и чувственными удовольствиями, пропитанными кровью Мы не ведаем, что лучше для нас Мы ли одержим победу над ними, или они одолеют нас Перед нами стоят сыновья-тритараштры Убив которых, мы сами жить не пожелаем Стоя на распутье, я исполнен жалости и не понимаю, в чем мой долг Потому я, твой преданный ученик, прошу тебя Научи меня, что будет лучше Даже полное изобилие царства и власть над богами Не могли бы развеять печаль, иссушающую мои чувства Санджая сказал «О Парантапа!» Сказав Хришикеши ясно «Говинда! Не буду сражаться!» Гудакеши умолк «О Бхарата! Ему, стоящему в печали между двух армий Хришикеша, смеясь, сказал такие слова Господь сказал «Ты сокрушаешься от тех, о ком печалиться не стоит Ты ведешь премудрые речи, но мудрецы не скорбят ни о живых, ни о мертвых» Комментарий Те, кто не смогли достичь самоосознания Как и те, кто даже и не подозревает о проявляющемся посредством тела сознательном присутствии Столкнувшись лицом к лицу со смертью Повторяют высказывания мудрецов И скорбят о том, что не заслуживает скорби Но мудрецы, познавшие безмерное сознание, сокрытое в этом теле Смогли понять, что в действительности между собой взаимодействует прана и прана Сознание и сознание А тело – лишь посредник Для таких великих людей нет разницы между наличием или отсутствием тела Никогда не было так, чтобы не существовал я, ты или эти цари И в будущем все мы не прекратим существование Комментарий Проявляется сознание посредством тела или нет Его непроявленное присутствие существует вечно Не стоит также полагать, что когда какое-либо из проявлений сознания подходит к концу Само сознание тоже прекращает свое существование Проявляясь или пребывая непроявленным, сознание присутствует всегда Как это тело воплощенного проходит через детство, юность и старость Так и сам воплощенный получает другое тело Мудрые не заблуждаются по этому поводу Комментарий То непроявленное сознание, проявляющееся посредством тела И всегда присутствующее в уме каждого, как чувство я есть Древние Риши называли Атман Это сознание, будучи проявленным в теле Кажется ограниченным тремя состояниями Детством, юностью и старостью Когда тело увядает, сознание, оставив ослабевшее тело Проявляет себя при помощи нового Окаунтея Соединение чувств с их объектами Создают ощущения холода и жары Счастья и горя Но эти ощущения приходящие Принимая их спокойно, обхарата Комментарий Проявляясь посредством тела И принимая ограничения тела и органов чувств Сознание воспринимает объекты Порождающие ощущения холода и жара Счастья и горя Следует осознать относительность этих ощущений И затем, прилагая усилия Пытаться выйти за пределы физических ограничений Пробуждая то безмерное сознание Что дремлет внутри каждого О Пуруша Шрештха Тот великий человек, кто считает равными счастье и горе При этом оставаясь непоколебимым Лишь тот достоин бессмерти Комментарий Мудрец, осознавший относительность счастья и горя Знает, что из-за различия в точках зрения Одна и та же ситуация одному кажется горем А другой видит ее как счастье Осознавший эту истину Также понимает, что жизнь и смерть Всего лишь различные грани Того безграничного сознания Воспринимаемые из-за того Что оно меняет средства своего проявления Понимающий это пробуждает Всю безграничность своего дремлющего сознания Проходит через смерть Познавая истинную природу Непроявленного времени И утверждается в вечности За пределами смерти Не истинное, а сад Не существует Истинное же, сад Не может не существовать Познавшие суть изучили природу и того, и другого Комментарий Обычные люди в состоянии использовать Лишь незначительную часть своего полного сознания Названную мудрецами Сознательным умом А безграничное сознание во всей его полноте Дремлющее внутри каждого И пребывающее за пределами ума обычных людей Мудрецы назвали бессознательным умом Когда речь идет об истинном и неистинном Реальном и нереальном Имеется в виду, что дремлющее сознание ума Является не истинным, а пробужденное истинным Мудрецы понимают относительность спящего и пробужденного сознания Практикуя йогу, они поднимаются над ограничениями тела И достигают успеха в пробуждении всей безграничности своего ума Для таких людей более не существует неистинного Они осознают, что, хотя неистинное и кажется существующим Из-за того, что сознание спит Истина, тем не менее, существует всегда Это относится ко всем людям Независимо от того, смогли они пробудить свое спящее сознание или нет Во всей своей полноте сознание присутствует в каждом из них Неразрушимо то, что все пронизывает Никто не способен разрушить то, неуничтожимое Комментарий Это ослепительно сияющее, непроявленное время Проявляется посредством всего видимого мира Оно нерушимо Никто не способен уничтожить истину этого вечного времени Бренными считаются все физические тела Но то, что воплощается в них, нерушимо Безгранично и вечно Поэтому, обхарата, сражайся Комментарий Все это творение проявляется тем невыносимо ярким непроявленным временем Из того же непроявленного возникает и ум, обладающий безграничным сознанием И проявляющий это физическое тело Несмотря на несомненную реальность физического существования тела Выступающего как средство получения опыта для того безграничного ума Это тело не является главенствующим в отношениях ума и тела Безграничный ум, с помощью этого тела, пробуждая свое спящее сознание Способен познать истинную сущность своего создателя Света всякого света, времени Тело, являющееся опорой того необъятного сознания, тленно Но то, проявляющееся посредством тела сознания, является вечным Безграничным и нерушимым Те, кто считает, что оно убивает И те, кто полагает, что его можно убить И те, и другие пребывают в заблуждении Оно не убивает и не может быть убито Комментарий Одни считают, что после разрушения физического тела Вместе с телом также прекращает свое существование и безграничное сознание, через него проявляющееся Другие же считают, что разрушая чье-то тело, они способны уничтожить и сознание И первые, и вторые думают так потому, что не осознают присутствие скрывающейся в физическом теле безграничности Они не могут понять, что то сознательное присутствие, проявляющее тело, вечно И потому никак не может быть уничтожено Оно никогда не рождается и никогда не умирает Нет у этого ни начала, ни середины, ни конца Оно нерожденное, вечное, бессмертное и древнее Оно не разрушается даже с уничтожением тела Комментарий Выходящее за пределы физического тела сознание, безграничного ума, проявление времени Никогда не рождалось и никогда не умрет Это непроявленное сознательное присутствие является вечным, нерожденным, бессмертным и древним Когда разрушается одно проявляющее его тело, оно создает новое, чтобы снова проявить себя О Партха Зная это, как нерушимое, постоянное, нерожденное и нескончаемое Как можно убить или побудить к убийству? Комментарий Для того, кто, поднимаясь над ограничениями тела, осознал всю безграничность сознания Проявление этого ослепительного, сияющего времени Физическое тело становится второстепенным, а сознание, которое его проявляет, главенствующим Такие люди смогли понять, что жизнь и смерть по существу являются различными проявлениями того единого присутствия И воспринимаются так лишь из-за его ограниченности физическими пределами Для таких великих людей, пробудивших свое сознание во всей его безмерности Подобно человеку, оставляющему старые одежды ради новых, оно покидает старые тела и обретает новые Комментарий Подобно тому, как человек оставляет свою старую одежду и надевает новую А по виду одежды можно догадаться о личных качествах и складе ума ее обладателя Безграничный ум проявляется при помощи различных тел Когда возможности одного тела к приобретению опыта исчерпываются Это безмерное сознание ради самопознания проявляется при помощи нового тела Не рассекает его оружие, огонь его не сжигает Вода его не смачивает, ветер не иссушает Комментарий То безграничное сознание, пребывающее в ней тело, не может быть рассечено оружием или сожжено пламенем Увлажнено водой или иссушено ветром Словно пространство, оно воспринимается каждым и в то же время находится за пределами досягаемости Оно неделимое, невоспламеняемое Его нельзя намочить или высушить Оно вечное, всепронизывающее, непоколебимое Совершенное и первозданное Комментарий Безграничное сознание ума неделимо Его нельзя сжечь, намочить или высушить Оно всепроникающее, бесконечное, постоянное, совершенное и первозданное Оно непроявлено, оно непостижимо и описывается как неизменное Осознав это, ты не должен сокрушаться Комментарий Безграничное сознание, проявляющееся при помощи тела, остается скрытым для тех, чей ум ограничен физическими пределами Являясь воплощением того непроявленного времени, оно не подвержено изменениям Пришедшие к такому пониманию в результате своей практики йоги Не скорбят о тех людях, чье сознание ограничено телом О Магабахо! И даже если ты считаешь, что оно рождается снова и снова А также вновь и вновь умирает Тебе не следует горевать Поскольку смерть непременно следует за рождением А рождение неизбежно после смерти Тебе не стоит сокрушаться об этих неминуемых явлениях Комментарий И даже если считать тело главенствующим Подобно тому, как смерть неиминуема после рождения Рождение также должно быть неизбежным после смерти Поняв одну лишь эту истину Человек с ограниченным восприятием способен превозмочь горе Все существа не проявлены как до рождения, так и после смерти Они проявлены лишь в промежутке между рождением и смертью Что толку горевать об этом? Комментарий То безграничное сознание, проявление времени Пребывает непроявленным до того, как обретает опору тела И даже после того, как оставляет тело Очевидность того безмерного сознания Становится ясной только тогда Когда оно проявляется посредством тела Те, кто превзошел физические ограничения И утвердился в том безграничном сознании Могут понять взаимосвязь рождения и смерти Для таких людей нет разницы Существует тело или нет Одни с изумлением воспринимают это Другие описывают это как чудо Иные удивленно слушают об этом Но услышав, все же не могут уловить даже частицы этого Комментарий Тот йогин, что практикой крии погружается в глубины тхианы Переживает сознательное присутствие Проявляющееся через тело Поскольку это новый опыт Он переживает то непроявленное сознание с крайним удивлением Слова, используемые для описания того присутствия Тоже полны изумления Те, кто слушает эти рассказы, также удивлены Поскольку у них нет представления о непроявленном присутствии За пределами жизни Они не способны постичь это непроявленное безграничное сознание Лишь слушая о нем Обхарата То присутствие, обитающее в теле каждого Не может быть убито Потому не горюй обо всех воплощенных Комментарий Сознательное присутствие Что проявляется бесконечным временем Посредством жизни Так же бесконечно Конец приходит лишь средством его проявления И даже с точки зрения Дхармы не следует колебаться Ведь нет ничего более святого для воина Кшатрия Чем праведная война Комментарий Поведав Арджуне о скрытом в теле безмерном сознательном присутствии Господь Кришна продолжает свои объяснения С позиции ограниченного физическими пределами Арджуна принадлежал к варне Кшатриев Естественный долг воина Не уклонение от сражения Как раз на это качество Кшатрия И указывает Шри Кришна Он напоминает Арджуне о том Что тот воин Его обязанность сражаться И нет ничего лучше для воина Чем священная война Поэтому ему не следует бояться Оказавшись в этой ситуации О Партха Воины счастливы Когда им выпадает шанс сражаться в такой войне Что подобно неожиданно распахнувшимся вратам небес Комментарий Воины считают благоприятной возможность участвовать в войне Они верят, что смерть в бою позволит им достичь вершин блаженства Если же ты не станешь сражаться То отвергнешь свой долг и славу И совершишь грех Комментарий Если ты воспротивишься Священным обязанностям Кшатрия И не станешь участвовать в битве То действуя против своей природы Ты утратишь душевный покой А твоей славе Непревзойденного воина Придет конец Все будут говорить о твоем позоре Для уважаемого человека Такое бесчестие хуже смерти Комментарий Всякий, кто знает тебя как великого воина Долгое время будет обсуждать твое уклонение от битвы Для такого великого воина, как ты Это будет хуже смерти Хотя сейчас те великие воины Почитают тебя Ты станешь для них посмешищем Ведь они сочтут, что ты уклонился от войны Из-за страха Комментарий Ты добился превосходства Среди выдающихся воинов И все же, если ты покинешь поле битвы Они решат, что причиной тому Стала твоя трусость Твои враги осудят тебя И отпустят много низких комментариев Что может быть мучительнее этого? Комментарий Если ты не будешь сражаться Твои враги, готовые бросить тебе вызов Станут осуждать тебя И всячески высмеивать твои способности Может ли что-либо быть для воина горе с ней? Погибни и небо достигнешь Или стань победителем И насладись земным царством О Каунтея Наберись решимости Вставай и сражайся Комментарий Объяснив это, Господь знакомит Арджуну С практикой йоги Позволяющей оставаться невозмутимым В любой ситуации Даже погибнув на этой войне Ты достигнешь вершин самовозвышения Так как сражаясь Ты действуешь в согласии со своей природой Если же победишь Насладишься царством и чувством победы Поэтому решайся и вставай на битву Относясь ровно к победе и поражению Приобретению и потере Счастью и горю Готовься к сражению Так ты не совершишь греха Комментарий Победу и поражение Приобретение и потерю Счастье и горе Воспринимай одинаково И будь готов к сражению Достигнув такого самообладания Ты избежишь греха раскаяния Все обязанности Совершай лишь в состоянии самадхи О Партха Это знание изложено тебе ради твоего понимания Теперь услышь его суть Через которую достигнешь мудрости И таким образом избавишь себя от уз кармы Комментарий Кратко описав состояние самадхи Господь Кришна делает из аржуны посредника Для передачи наставлений в йоге всему человечеству Практика этой йоги позволяет достичь невозмутимости А практикующий ее йогин Благодаря достижению самадхи Сбрасывает оковы кармы И объединяется с непроявленным временем Светом всякого света Нерушимым Всевышним Познавая его посредством смерти Благо от этого начинания неприходящее Дурного же это не приносит Даже недолгая практика этой йоги Дает свободу от великих страхов Комментарий Не может произойти так Чтобы эта практика увенчалась провалом Или когда-либо имела неблагоприятные последствия Даже недолгая практика этой йоги Освобождает от великого страха перед смертью Выполняющий эту практику йогин Познает истинную природу смерти Что вселяет ужас в тех Чей разум ограничен физическими пределами И таким образом освобождается От страха перед ней Именно с помощью смерти Великий человек пробуждает Безграничное сознание своего ума И выходит за пределы физических ограничений Чтобы самому достичь безграничности Око Рунандана Лишь в одном пути здесь нельзя сомневаться Хотя других вариантов множество Комментарий Те, кто следует этому пути Полной решимости пробудить всю безмерность Своего сознания Уже узнали цель своей жизни В то время как те, кто недостаточно разумен для этого Проживают своей жизни в полном замешательстве О Партха Те, кто поглощен удовольствиями Вторят священным писанием Что восхваляют плоды кармы Те неразумные В чьих суждениях небеса высшее благо Говорят высокопарно и напыщено Сладострастные считают небеса превыше всего Полагая, что они и есть награда всех земных деяний Погрязшие умом в желании богатств и наслаждений Действуют лишь для их достижения Разум таких глупцов не способен устремиться к самадхе Комментарий Прежде чем начать ритуалы Такие заблуждающиеся люди очаровывают обещаниями соответствующих результатов Других заблуждающихся людей В особенности тех, кто отдает предпочтение телу И чей разум не улавливает проявляющего тела сознательного присутствия Эти личности одни из многих Кто считает временные физически удовольствия наивысшими Ради удовлетворения своих собственных интересов Они прельщают других заблуждающихся людей Обещая, что те получат наслаждение и богатство Сладостно описывая многочисленные обязанности и религиозные обряды Разум тех, кто находится под влиянием подобных сказок Остается накрепко привязанным к удовольствиям и многочисленным богатствам И оказывается совершенно неспособным к самадхе Даже откровения великих мудрецов о самадхе они воспринимают как полет фантазии Из-за этой ограниченности их сознания У Арджуна Три основополагающие гуны упомянуты в Писании Тебе следует превзойти их Утвердиться в безусловной вечной истине И достичь самообладания Оставаясь невозмутимым приобретением и потерей Комментарий Безграничное сознание ума Источник всего наслаждения и богатства Продолжает пребывать ограниченным тремя гунами И по этой причине не способна достичь самадхи Поэтому необходимо выйти за границы этих трех гун посредством йоги И, утверждаясь в самадхе, приложить огромные усилия Чтобы пробудить спящее безмерное сознание своего ума Для познания истинной природы света всякого света Ослепительно сияющего времени Что толку в колодце для вышедшего к бескрайнему водоему? Подобным образом нет толку в писаниях для познавшего Брахму Комментарий Когда йогин усердно выполняет практику йоги И, преодолевая физические ограничения Пробуждает все безмерное сознание своего ума Ограниченное чувствами сознания Становится для него практически тем же, что и маленький водоем Для человека, который вышел к океану У тебя есть право лишь на деятельность Не претендуй на ее плоды Не стоит действовать только ради плодов Но и привязываться к бездействию также не следует Комментарий У каждого есть желание результата И само это желание является побуждающей причиной к действию Все действия в этом мире начинаются именно с желания плодов И только йога является таким действием В основе которого находится желание самадхи Когда йогин погружается глубже в практику И начинает познавать пребывающее за пределами тела безмерное сознание Он отрешается от мысли о получении плодов своих действий В тот момент, когда он получает этот опыт Начинается самадхи Когда наступает самадхи Садхак становится способным совершать действия Свободные от побуждений желаний Одгананджая Действуй, оставив привязанность и утвердившись в йоге Будь равным и в успехе, и в неудаче Именно это известно как йога Комментарий Пробуждая всю безграничность своего сознания практикой йоги Садхак поднимается над физическими ограничениями И привлекательность чувственных удовольствий, доступных посредством тела Исчезает для него Осознав относительность жизни и смерти Такой йогин утверждается в состоянии невозмутимости Жизнь и смерть, потери и приобретения Осуществление, осуществление и неосуществление Все становится равным для него Деятельность гораздо ниже буддхи йоги Отхананджая Ищи прибежище в мудрости Ведь те, кто жаждут награды В высшей степени жалкие люди Комментарий Обычные люди, желающие утолять лишь чувства И пребывающие в пределах физических ограничений Не прикладывают усилий к пробуждению своего спящего безграничного сознания В этом кроется причина их ничтожности Обладая сильным желанием чувственных удовольствий Такие люди продолжают всю свою жизнь бояться смерти Из-за этого страха оставляя попытки к самопознанию Мудрец избавляет себя от плодов и порока и благочестия в этом мире Поэтому устремляйся лишь к йоге Сама эта йога есть искусство действия Комментарий Йоги, которым благодаря исключительному мастерству в йогической практике Удалось пробудить свое безграничное сознание И познать относительность благоприятных и неблагоприятных действий Сосредотачивают свое безграничное сознание на неизменной высшей сущности Свете всякого света Ослепительно сияющем времени И достигают единства с ним Пробудивший свой разум мудрец избегает плодов кармы Освобождается от усрождения И достигает безупречного, бессмертного духовного предназначения Комментарий Йоги, благодаря своей практике, постигшей ту непроявленную безмерность Проявляющую тело Способны понять, что все воплощения являются всего лишь средствами Для проявления того высшего сознания Утверждаясь в том сознательном присутствии Они освобождаются от великих оков Обязанности принимать рождение И достигают единства с тем непроявленным, высочайшим, неизменным высшим духом Когда твой разум рассеет мрак невежества Ты утвердишься в беспристрастности к тому, что было услышано И к тому, что предстоит услышать Комментарий Когда сознание йогина поднимается над физическими ограничениями Он постигает взаимосвязь ума и органов чувств Такой йогин в состоянии осознать главенствующее положение ума Который словно инструментами управляет телом и органами чувств Без участия ума тело и чувства не обладают собственной силой Осознав это, он понимает истинную природу влечения органов к объектам чувств И таким образом освобождается от этого влечения Это состояние известно как вайрагия Когда твой разум, потревоженный изложенным в писаниях Непоколебимо утвердится в самадхе Тогда ты и достигнешь этой йоги Комментарий Когда разум, пребывавший в неустойчивости Из-за совершения многочисленных действий Ради исполнения множества желаний Концентрируется на единственном желании Пробудить свое дремлющее сознание И утверждается посредством выполнения йогической практики в самадхе Считается, что результат практики достигнут Это состояние называется невозмутимостью Арджуна сказал О Кешева, каковы черты мудреца Стхита Праджня Обладающего непоколебимой мудростью Как говорит тот, чей разум непоколебим Как он сидит и как двигается Господь сказал О Партха Когда человек оставляет все желания своего ума Тогда его, полностью удовлетворенного собой Называют Стхита Праджня Комментарий Пробудивший свое дремлющее сознание йогин Познает то непроявленное сознательное присутствие Проявляющееся посредством тела Таким образом он познает себя посредством себя же Достигает этим самоудовлетворенности И выходит за пределы всех желаний Такого великого йогина называют Стхита Праджня Того, чей ум не обеспокоен страданиями И не устремлен к удовольствиям Чьей привязанность, страх и гнев исчезли Такого мудреца называют Стхирабудхи Обладающий непоколебимым разумом Комментарий Великие люди способны понять, что все переживания Подобные горе, удовольствию, страху, гневу и привязанности Являются лишь различными проявлениями того единого сознания Подобно тому, как одна и та же мелодия Может быть исполнена на различных музыкальных инструментах Кто ни к чему не испытывает сильного влечения Кто не радуется и не печалится Столкнувшись с благоприятным и неблагоприятным Превосходная мудрость того священна Комментарий А Стхита Праджня нельзя сказать, что они привязаны к чему-то Или что они совершенно лишены привязанности Для них благоприятное и неблагоприятное являются лишь различными проявлениями того единого присутствия Когда великий человек утверждается в этом состоянии Его превосходная мудрость, ставшая поистине безграничной, считается священной Когда человек, подобно черепахе, втягивающей в себя конечности, отрывает органы чувств от их объектов Его превосходная мудрость священна Комментарий Обладающий непоколебимым разумом человек становится безупречно проницательным в отношении своего тела Проявление того безграничного сознания В процессе самопознания он понимает, что именно ум воспринимает объекты чувств через различные органы Осознавший это великий человек, практикой йоги пробуждает сознание своего ума во всей его полноте После чего его ум более не нуждается в помощи органов В этом состоянии пробужденного сознания йогин пребывает в неописуемом блаженстве Для такого великого человека тело и его органы чувств становятся второстепенными Тот, кто остается без пищи, умеет отказаться от чувственных объектов, но не от своего влечения к ним Но тот, кто постигает высшее, преодолевает и это влечение Комментарий Некоторые так называемые йоги, которые не понимают, что именно ум, получая опыт посредством чувств, является главенствующим Считают органы чувств своими врагами Многие из этих йогов, стараясь взять ум под контроль, пытаются подавить работу органов чувств В этом своем стремлении их можно увидеть пребывающими без пищи в течение длительного времени Долгое голодание приводит к тому, что их тело становится немощным, а органы чувств слабеют Но даже в этом состоянии они продолжают предаваться воспоминаниям об опыте, доступном посредством органам чувств Не ведая о том, что органы действуют лишь как инструменты ума У органов чувств нет собственной власти, кроме той, которая дается им умом Те, кто практикует йогу, способны понять это И, постигая ум посредством самого же ума, могут утвердиться в том сознательном присутствии, скрытым за пределами тела Окаунтея Беспокойные чувства силой пленяют ум даже разумного человека, пытающегося обуздать их Комментарий Иногда можно наблюдать, как начинающий садхак в ходе своей практики привязывается к ощущениям, доступным посредством чувств Это состояние должно быть сознательно преодолено Почти все йоги проходят через это Такое явление следует рассматривать лишь как определенное состояние ума И при помощи ума же его необходимо контролировать В процессе познания взаимоотношений органов чувств и ума иногда доминируют органы чувств и иногда ум Тот, кто с твердой решимостью выполняет йогическую практику, изучает все состояния своего ума Развивает надлежащее понимание его главенствующей роли и превосходит зависимость от чувств Потому контролируя чувства, следуй за мной, будь совершенным и твердым Ведь превосходная мудрость того, кому подвластны чувства, непоколебима Комментарий Когда йогин понимает, что именно ум получает опыт посредством чувств Он постигает причину влечения к чувственным объектам и освобождается от их влияния Человек, потворствующий воспоминаниям о чувственных объектах, развивает привязанность к ним И из привязанности исходит желание, а желание порождает гнев Гнев приводит к заблуждению, заблуждение затмевает память Это помутнение приводит к разрушению разума А разрушенный разум убивает человека Комментарий Достигшие совершенства практикой йоги знают, что именно их ум является основой влечения к любому объекту чувств Именно в уме возникает влечение, наделяющее чувственные объекты великолепием и привлекательностью Пробуждение этой привлекательности порождает желание восприятия этого объекта Когда на пути к исполнению этого желания возникает препятствие, желание принимает форму гнева Гнев же приводит к потере здравого смысла, что в свою очередь ведет к беспамятству А в беспамятстве угасает и разум В таком состоянии человек сам себя разрушает Но человек, лишенный влечения и отвращения Воспринимающий объекты посредством подвластных ему чувств Достигает безупречности Комментарий Йоги, сумевшие понять эти тонкие состояния ума, смогли осознать, что все чувства являются лишь инструментами ума для приобретения опыта Такие великие мудрецы пробуждают свое безграничное сознание и выходят за пределы физических ограничений Они пребывают в самоудовлетворении, поскольку непосредственно переживают ту безмерность внутри себя И освобождаются от влечения к чувственному удовольствию Освободившись от влечения, они также становятся свободными и от отвращения Такие великие люди достигают чистоты и утверждаются в величайшем спокойствии Все печали исчезают с этой чистотой, а разум такого человека скоро становится непоколебимым Комментарий Для таких великих людей, пробудивших полное сознание своего ума, больше нет разницы между счастьем и горем, потерей и приобретением Осознавая относительность этих переживаний и освобождаясь от желаний, они достигают совершенства и пребывают в умиротворении Никчемные люди не владеют ни разумом, ни чувствами Лишаясь чувственных объектов, они теряют покой А как обладающему беспокойным умом обрести счастье? Комментарий Те, кто не в силах понять взаимосвязь ума и органов чувств, не могут осознать то непроявленное присутствие, проявляющееся через тело Поскольку их сознание спит, продолжая стремиться лишь к удовлетворению органов чувств, они никак не могут обрести покоя Из-за беспокойства им недостает счастье в жизни Не способные пробудить свое спящее сознание, они продолжают пребывать ограниченными такими явлениями, как счастье и горе, потери и приобретение, жизнь и смерть Вследствие этой ограниченности, они проводят свои жизни в беспокойстве, охваченные страхом смерти За каким бы чувством ни следовал блуждающий ум, это колеблет разум никчемного человека Подобно тому, как плывущую по воде лодку раскачивает ветер Комментарий Разум заурядных людей, не сумевших пробудить свое спящее сознание и не достигших беспредельности, считает чувства главенствующими Такие люди не понимают того, что именно благодаря их разуму они отдают предпочтение чувствам Комментарий Для тех, кто осознал главенствующую роль своего ума, объекты чувств теряют былую важность Но люди, обладающие беспокойным умом и отдающие предпочтение чувствам, продолжают считать, что разум йогов устойчив лишь потому, что они добились подчинения органов чувств В действительности это не так Когда садхаки практикой йоги пробуждают безграничное сознание своего ума, тело теряет важность для них И они более не испытывают влечения к объектам чувств Ввиду отсутствия этого влечения, органы чувств становятся их друзьями Для глупцов, не ведающих о безграничности своего сознания, тело и объекты чувств продолжают оставаться главенствующими, а разум пребывать неустойчивым Когда для всех существ ночь, сам ями, достигший самоосознание, бодрствуют А когда все существа бодрствуют, мудрец воспринимает это как ночь Комментарий Садхаки, достигшие успеха в йоге и сумевшие практикой пробудить полное сознание своего ума Являются выдающимися личностями Таких великих людей Господь Шри Кришна называет «стхита праджня» Обладающий непоколебимым разумом Для тех, кто в состоянии использовать лишь малую часть способностей своего ума Безграничные способности их разума все равно что сон Для мудрецов же, чье сознание пробуждено Люди со спящим сознанием будто бы пребывают во сне Подобно тому, как океан остается спокойным и неподвижным, когда в него входят реки, со всех сторон наполняя его Достигает покоя и тот, кто остается невозмутимым, воспринимая объекты всех чувств Но не тот, кто жаждет удовольствий Комментарий Великих людей, достигших успеха в полном пробуждении всей безмерности своего ума Не может смутить опыт, приобретаемый через чувства Пробуждая все способности своего ума интенсивной практикой йоги Такие мудрецы достигают предельного совершенства Объединяясь с тем высшим сиянием, светом всякого света, творцом всего мироздания Непроявленным временем Они становятся вишватмой И обретают умиротворение Великий человек, который, отринув все желания, живет без привязанности, высокомерия и алчности Достигает покоя Комментарий Такие великие люди находятся в этом мире, при этом пребывая за его пределами Даже отрекаясь от всего, ни от чего не отрекаются, будучи переполняемыми любовью Кажутся бесчувственными, наслаждаясь, ничем не наслаждаются И, пребывая свободными от самодовольства, испытывают чувство самодовлетворения Такие полностью пробужденные великие личности пребывают в абсолютном покое О пардха Это пребывание в брахмане, состояние всемогущества Однажды достигнув его, человек навсегда освобождается от невежества Утвердившийся в этом состоянии, пусть даже в смертный час, достигает брахма-нирваны Бесконечного блаженства, единства со временем Комментарий Йогин, познавая полную безграничность своего ума и пробуждая все свое спящее сознание Утверждается в беспредельности Такой великий человек никогда более не ограничивается мерзким складом ума В конце своей жизни такой утвердившийся в безграничности мудрец Преодолевает посредством смерти ограничение выполнившего свое предназначение тела Сосредотачивает все безмерное сознание своего ума на непроявленном времени и сливается с ним Ом Татсат Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 2 Йога-развлечения Упанишады Шримад Бхагавадгита, описывающей познание брахмана и науку йоги Сосредотачивает все безграничности мудрец Ом Татсат